вот старшие братья это колокольчики не младшие как некоторые думают а старшие они первыми появились но они же первыми это же известно не колокол появился сначала колокольчиком больше больше лучше ну вот такие колокольчики где они у нас использовались поддужные да поддужные колокольчики пожалуй нет такого классика который бы не оставил бы нам литературной или музыкальной форме но память как вы думаете они давно с нами эти колокольчики сколько они вообще звенели так давно а сколько тысяч лет видя я услышал всего 100 100 лет ну колокольчик это были конечно но вот сказать все действительно упряжи вот слава то и вот этой вот здесь пришла тоже наша русская вот народно такой вот как первый он пытался внедрить все западно вот чтобы было слышно вот эту тройку которая везет там указ приказ и там что-то еще вот в рок они все ведь я не случайно часы на гербе то вот почте вот этот два рожка даже учат а вот наши не хотели трубить руки всячески отлынивали даже сдавали на свист то есть свистом оповещали то и так про только в начале девятнадцатого века приходит в голову кому-то использовать для этих целей колокольчик на ура он вышел официальный запрет вот частным извозчиком пользоваться но у нас и раньше не очень сейчас тем более эти законы все как в общем резиновая вот все стали но кого были деньги и это привело от промыслом таких вот колокольчик значит 30 типов и вот мы знаем как правило это что это валдайский да и все наши знания как правило почему многих на этом обрывает на сами 30 типов было самых разных и граненая типа стопах были в общем удивительные были колокольчики вот и в сибири их делали и вот на север кстати самые последние колокольчики сливали вот волы но не в самой вот вельска там есть город рядом с вельском или колокольчики но так вообще сто лет потом уже конечно вот эти паровозы пошли там ну и так далее угасла эта песня звонка колокольчик в общем колокольчиков жалко тоже такая вот вот вы бы ко мне сейчас приехали на зло я уже с того всего а так где-то там чехот пока тут телефона нет каждый колокольчик как правило имел надпись такого кому люблю там удалил кому дарил и так дать но у меня тоже это все авторские мои колокольчики делая чтобы заработать не буду врать не по ни по каким-то там вот и колоколата тоже выше я все наукой хотел заниматься но отказано чем зарабатывать на науки то никаких денег вообще не было но отстала думать это вот интересно что вот кристаллическое строение думаю буду менять и отсюда я знал как специалист то есть и изменить изменить кристаллическое строение отливки обязательно свойство меняется обязательно чем многие и бывают что даже очень существенным образом и действительно звук лучше от изменения понимаете в чем дело вот как правило вот если колокол лить в общем обычным образом то у нас от каждой стенки формы будут расти кристаллы вот он наш начинается кристаллообразование на стенке в линии это вот металл вот от этой стенки и от этой будут расти кристаллы будут расти на встречу друг другу и образуется так называемая кристаллитная структура и вот в центре будут поры обязательно вот так потому что идет кристаллизация в центре будут поры и звук уже будет более глухим очень упал не вот таким поэтому лучше всего секунду вот и иметь равна кристаллическую вот они были мелкими зерна все кристаллическими они такими в общем столбчатыми вот это я вот делал чтобы вот мы колоколах это все я этим управлял вот ну и действительно мне кажется что звук лучше от этого я даже в дело но как так не определить конечно только на слух но вот я меряю плотность колокола там по порисе смотрел на микроскопах действительно она очень отличается вот эти вот обычным образом или вот допустим очень перемешать везде было одинаково так вот разные надписи у меня тоже разные надписи на каждом колокольчике вот отливали их уже вот если вот колокола это как правило бронза колокольна но бывали там использовали разные там сплавы но это лучший сплав ну и вот здесь тоже бронза колокольна это самое лучшее хотя конечно вот сейчас редко встретишь бронзовые колокольчики из классической бронзы так все делается опять же в общем латунь чтобы все впустить быстрее чтобы изложницы были в это стать на поток это все ставить теперь вот эти колокольчики это кабинетная да чем они отличаются стоят и палочек сверху а на полочках стоят да правильно но здесь уже можно что-то выразить да как художнику то есть эти колокольчики делаются по постоянным моделям то чтобы вот это сделать колокольчик можно сделать сначала модель вот я должен вырезать такую модель для для каждого независимо там первый там копии что-то еще вот делается модель но здесь уже можно вырезать вот такие-то надписи тут свои они имеют но строго такое вот композиционное решение скажем например вот этот колокольчик слава героям это посвященный вот роте с кофе и сань то я в то время еще в рыбинске был вот как только погибла рота я сразу в общем рота я сразу же сделать колокольчик вот у меня знамена надпись там какая рота где чего как то есть каждый колокольчик меня так вот пушкину на двухсотлетие то есть двадцать чем-то лет тоже явил но и был принят союз художников поединка даже на крымском валу они были вот центральном доме у художника и с петром первым делом много очень интересна была работа но как-то все равно последнее время уже как-то от них тоже уже отхожу уже на пенсии надо отдыхать вот в общем рассказываю